Далее мы работаем с коленкой непосредственно. И тут есть такие точки акупунктурные, когда мы их прожимаем вокруг чашечки коленной. Ну, во-первых, может саму чашечку посмотреть на ее подвижность. Она должна быть в меру подвижна и в меру сидеть здесь. Это вот как бы закон того, что все нормально. То есть она с таким легким натяжением ходит туда-сюда. Если совсем на разбалансированную, или она бывает выбита, вбок съезжая, это, конечно, уже нарушение. Вот в данном случае человек здоровый, мы берем такой захват, рисуем пятиконечную звезду из наших рук. И она очень удобно ложится как раз на точке вокруг нашей коленной чашечки. Видите, промассировали их техникой шиацу, чуть-чуть попытались приподнять чашечку. То же самое делаем в обратную сторону. Если коленка не до конца приподнята, или у вас нету подушки, можете подложить кулачок вот сюда, да, и вот так вот эту коленную чашечку расслабить, и еще больше протрясти ее, вот такая вибрация. Далее, что мы делаем? Мы работать, в данном случае, начинаем именно с вот этой правой ноги, потому что это будет воздействие на перистальтику еще кишечника нашего, да, поэтому потом мы будем поднимать и нагибать вот сюда. Это такие вот суставная гимнастика, продолжение нашей темы, да, возиться на суставы. Проверяем коленку вот здесь, да, где болит, где нет, так, чуть-чуть выдавливаем ее, чуть-чуть выдавливаем ее, вращение всевозможное, расслабление, вот, смотрим, где вот она, проблемка, там есть или нету, да, выкачиваем, потом распрямляем ногу, натягиваем ее вот так на себя, нога, вот прямая, чтобы вторая нога не приподнималась, да, немножко вот ее придерживаем, коленку с той стороны. Далее подбиваем под коленку, да, нога согнулась, и мы вправляем низкий за счет того, что вот рука слишком близко, да, находится, а мы вот так надавливаем резко, мощным до хруста. Сразу переносим руку вот сюда, и теперь носок, в данном случае, на себя, на себя, будто вот вертикально, всем весом, медленно, медленно продавливаем правую сторону нашего кишечника, запускаем процесс, ой, да, правую, справа налево, да, вот сюда. Продолжая вот эти гимнастические упражнения, мы что еще делаем? Берем вот такой захват и ногу выращиваем вот так вот, как будто бы мы стараемся посадить человека в позу лотоса, да, ну, тоже до предела, переборщить не нужно. Потом разворачиваем на него, как бы по диагонали, вот туда, под ребра, способы положим с стороны. Вот туда давим, да, придерживаем, и у нас открывается вот эта часть бедренной, бедренная часть ноги, которую можно проработать, опять же, лимфу, и нашими локтями, и кулачками, вот так вот, утюжками, вот этими, да, и прямо костяшками пальцев, может, достаточно сильно, выводя вот туда всю эту вот лимфу, да, все эти вот жидкости межклеточные в организме, все туда выводим. Следующий этап. Не разворачивая ногу полностью, да, мы ее подхватываем, как бы вот рукой здесь вот, держится на руке, делаем вот такие вот вращательные движения, выдергиваем вот туда бедра. То есть, в данном случае мы воздействуем на соединение крестца с позвоночником, с позвонками L4, L5, таким образом, что немножко выдергиваем вот эту половинку бедренных костей, да, это также иногда нужно, если у нас разная величина ног, ну, мы в данном случае не проверяли, да, поэтому, как бы, просто на будущее говорю, чтобы немножко расшатать вот эту часть бедра, если она была выше. То есть, ну, представьте, бедерные кости вот так вот находятся, да, вот тут крестец, вот это гремит подзошной кости, он спереди, вот этот вот, да, находится, и они могут быть развернуты, кстати, на друг друга, вот так или вот так, да. Если мы обнаружили после диагностики со стороны спины, что вот эта часть, правая, да, в данном случае, она у нас развернута вот в эту сторону, да, то выдергивая ногу, ноги растут, ну, грубо говоря, вот так вот, вот тут, да. То есть, вот, смотрите, повернута корпус, да, нога стала короче, видите, она выше приподнялась. То наша цель в данном случае будет, я немножко забегаю вперед, это наш третий день непосредственно мануальной техники, да, то мы, поворачивая крестец, ой, подзошную кость сюда, выпрямляем ноги и соединяем их в длину, у нас, у нас, у нас одинаково. Вот, там есть комплекс приемов для этого, это вот один из этих приемов. Вот так вот, немножко выдергиваем, да. Можно еще выдергивать вот таким способом, тоже добегая вперед, скажу, да. Вот коленку подложили, руку, да, нашли вот расслабляющий, какой-то вот рычаг, да, и так резко на себя. Так, ну, в данном случае, не будем на этом останавливаться, а сделаем вот такое еще растяжение, когда положили коленку почти на другую коленку, а нога согнута остается, да. Упираемся рукой в косточку вот сюда, то есть не в саму коленку, да, а вперед. И вектор движения у нас, наши вдоль направления бедра, как будто мы хотим его продолжить туда. А этой рукой упираемся в подвздошную кость и кидаем в обратную сторону, вниз. Вот, при этом спросите, ну, у человека могут быть жировые складки или фузлы, больно ему или нет сюда давить? Так вот, не больно? Нормально? Ну, да, нормально. Нормально, да? Значит, продолжаем давление. Вот такое. Примерно, вот эту руку я туда давлю. Примерно, ну, минут, там, ой, секунд, 5-10 секунд, да. Растягиваться очень хорошо бедренными мышцами. Ну, вот правило, здесь вот, да, сбоку, вот здесь латеральные мышцы. Так, штукнули ножку, опустили и растянули ее в обратную сторону. Вот такой запад за пятку, да, упор в стопу, стопу на себя, да, а эту руку я придерживаю и выпрямляю коленку. Вот такими легкими, можешь отрезать, такими легкими покачивающими движениями мы продолжаем нашу суставную гимнастику, растягивая сухожилия с противоположной стороны ноги. Ну, сзади, там, не слышу, равные. Перекладываем ножку вот так, да, и обходим стол с этой стороны. Здесь мы будем делать что? Массируем свод стопы, да, стимулируя вот это вот антипоскостопие. В общем, укрепляем вот эти вот мышцы, да. Каким образом? Берем, крепко захватываем и все вот это нищие через ладони, вот этими косточками сегодня, да, резко вот так вот активно массируем вверх-вниз, чтобы человек почувствовал тепло. При этом мы продолжаем, продавливаем, продавливаем, продавливаем снизу-вверх, вот по вот этой линии. Вот, чтобы у меня была по центру, может быть, ногу пополам, да, внутренняя и внешняя часть. Разжимаем, ладоно. Тут идут, кстати, честно говоря, три меридиана. Там много точек на них, да, но мы не будем сейчас зацикливаться на точках, поэтому буквально просто их вот так, профилактически. Прожимаем, пульсируем, при этом, видите, моя нога рука, вот эта вот, не останавливается. Она продолжает массировать свод стопы. Вот, выжимание лимфодренажное делаем. Выжимание, мы стоим в прямолинейности, то есть, мы ведем прямо, не вот как-то так вот, не загибая вот куда-то туда, не потряхивая вот так вот, а именно, углубились до определенного состояния. Продолжаем прямо вдоль всей ноги, ввести вот сюда, впадают. Паховую зону. После этого, как улицы, стыкнули ножку, да, похлопали, расслабили, потрясли, проведировали и положили поддыхать. Вот, на этом достаточно. Конечно, можно еще две ступни проложать вот в эту сторону, в эту сторону, да, вот, надо делать обе две ступни. Там есть много приемов, но нам достаточно именно вот в массаже того, что я сейчас показал. Положили ножки и накрыли пациента. Или есть, вот еще, для финала можно вот так вот использовать. Мягко взяли их под пяточки, да, так, чтобы не касались ноги подушки вверх, да, и потасли немножко на себя, работаем с тазом, в данном случае, там вот, ну, вот я отсюда вижу, потом вот сюда ходу нам, да, покачали его, вот так вот, заставляясь. Вот это место, где поясница, да, в данном случае должна тянуться, легонечко, так вот, заставляться. Есть такое? Угу. Да, чувствуешь? Вот, отлично. И мягко опустили. Так, у меня тут полотенца сейчас нет, но то же самое иногда делают с полотенцем, то есть обматывают вокруг щиколотки полотенца, да, и тянут не за ноги, а тянут за полотенце. В принципе, эффект тот же самый получается. Вот, накрываем пациента. Иногда, опять же, вот, я сбрасываю, если это у нас феном, наш, да, то я просто сбрасываю в магнитику. Говорю спасибо миру, спасибо то, что мы проделали этот комплекс. И спокойно живем, отдыхаем, вводим в себя. А в следующем видеоролике я покажу еще, как мы будем работать с животом.